Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый На эфире программа Союз нерушимый. Добрый день. Приветствую наших слушателей, приветствую присутствующих в студии, в том числе Азиза Алиевича, Азиз Агаев. И Владимир Сметалин. Я вас тоже приветствую. Добрый день. Сегодня пятница, 25 марта. Это как раз-таки время выхода нашей программы. Союз нерушимый. Давайте немножко расскажем о том, как готовилась программа. Мы решили сделать такую серию передач. Учитывая трудности наших людей с отдыхом за границей, учитывая неоткрытость, скажем, некоторых мест на территории бывшего СССР, и, конечно, я, как рожденный в Азербайджане и многие другие, и считаем, что одно из лучших таких мест, неоткрытых, неизведанных нашими соотечественниками россиянами, сегодня является республика Азербайджан. И поэтому мы сегодня хотим рассказать вам, что это за республика, что можно посмотреть в Азербайджане, какие условия в Азербайджане для тех, кто приезжает туда отдохнуть, попутешествовать, посмотреть. И в том числе с учетом того, что Азербайджан был среди всех республик единственной республикой, которая на вопрос о сохранении СССР 90 с лишним процентами голосов ответили, что мы хотим быть в одной семье за сохранение нашего союза. 90 с лишним, то есть я обращаю на это внимание. И на сегодняшний день все, кто так или иначе был в Азербайджане, находился, отдыхал, они могут очень много рассказать о том, как азербайджанцы относятся к тем, кто приезжает к ним. Ну, на самом деле, у нас сегодня не только Азербайджан будет представлен, но еще и Казахстан. И я уж скажу честно, именно эта девушка, которая сейчас оказалась в нашей студии, она и была, собственно, инициатором идеи. А давайте поговорим о бывшем союзных республиках, да? Можно ли туда съездить? Как отдохнуть? Ну, давайте скажем, почему. Потому что Юля... Давайте скажем, кто это. В общем, представляем нашу коллегу Юлию Афанасьеву. Для многих, наверное, сейчас будет неожиданностью, да, как это Юля будет про Казахстан говорить, про Алма-Ату. Юля коренная алматинка. Юля родилась в Алма-Ате. А я думаю, почему немножко разрез глаз у Юли необычный? Это шутка. Итак, бывшие союзные республики как место для отдыха и путешествий. Вот так сформулировал я сегодня нашу тему. Были, конечно, другие варианты, может быть, не слишком так корректно, звучно. Ну, ладно. И наши гости, собственно, вот так определились. У нас сегодня, Юля, экскурсовод такой по Казахстану. По Казахстану. Да. И экскурсоводы или гиды, те люди, благодаря которым мы совершим сегодняшнюю радиоэкскурсию в Азербайджан. Это, во-первых, Абульфас Сеидов. Историк Абульфас, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И наш друг Эльнур Гусейнов. Который сегодня тоже в роли экскурсовода. Да. Добрый день. Ну, кто не знает, президент благотворительного фонда Азербайджан, председатель комиссии общественной палаты Кировской области по вопросам гражданского общества. Ну, и там... И уроженец. Азербайджан. Да. Город Генжа. Можно продолжать по титулам или хватит? Нет, хватит, ладно. Ну, у нас сегодня другая задача. Другая тема, да. Окунуться в атмосферу. Ну, я думаю, мы, наверное, Юле все-таки дадим первое слово, да? Конечно. И в первую очередь государство, зарубежное государство, это столица. Столица? С Алматы начнем? Как правильно? Алматы, Алматы. На самом деле столица теперь Астана. Ну, Астана, да. А Алмату называют южной столицей. У нее такой титул, как у нас у Санкт-Петербурга культурная столица. А если начать с организации путешествия, то виза туда не нужна, так как у нас с Казахстаном единое таможенное пространство, то туда можно просто въехать по российскому паспорту, заполнив миграционную карточку. На границе вам ее проштампуют и ура, вы в Казахстане. Въезжать можно как на самолете, на автобусе. На самом деле удобнее всего на самолете. На поезде логистика не очень удобная, потому что от Кирова до Алматы четверо суток в одну сторону и нет прямого поезда. Ну, это негуманно, потому что это, во-первых, пересадка, либо в Астане, либо в Екатеринбурге, либо, господи, дай бог памяти, забыла, как город называется. Ну, в общем, пересадка. Поэтому логистика на самолете удобнее, либо Москва-Алмата, либо Казань-Алмата, что тоже очень удобно. Из Казани самолет летит 3 часа, из Москвы 5 часов. Ну, вот до Казани нам очень нравится ездить на машине, потому что тебе не надо никуда таскаться с чемоданами. Ты доехал, пересел на самолет и улетел 3,5 часа, и ты в Алмате. Но некоторые говорят, что на автомобиле тоже неплохо. Любители путешествий на автомобиле именно так и поступают. Но, если честно, мы в основном путешествуем с ребенком, и там несколько тысяч километров на автомобиле с ребенком. Ну, для нас это тоже неприемлемо. Ну, это испытание. Я ни разу не ездила на машине, скажу честно. Я ездила один раз на автобусе из Астаны в Алмату. Это целая ночь, там 18 часов в пути. Лето, жарко. Мне тоже показалось не самым комфортным видом путешествия. Все понятно. Вы не в курсе? Посмотрите на карту территорию Казахстана. Ого-го-го! Ну, да. Ого-го! Достаточно больше. Что касается... Ну, давайте к Азербайджану сразу переходим. Да, вот останавливаемся на этом этапе. Собственно, как добраться? Наиболее удобные маршруты. Скажу. Как Юля сказала, на самом деле, Азербайджану тоже не нужна виза. Можно, ну, как не российским паспортом, а заграничным паспортом въехать на территорию Азербайджана. Загранпаспорт нужен. Да, загранпаспорт все-таки нужен. В принципе, условия очень хорошие. Как раз Юля недавно была. Я хочу, чтобы она рассказала об Азербайджане, чем я. Потому что у нее иной взгляд. Я могу похвалить. А она там поехала, увидела, смотря это все. Вы знаете, Эльмур, я тоже могу только похвалить. Это хорошо. Пошадить наши чувства. На самом деле, Азербайджан обычно называют страной огней. Солнечный город Баку. Столица Азербайджана. А там сейчас солнечный плюс 20, действительно. Да, 20-25 градусов. Титулов много у Азербайджана. Самый европейский город Востока, Жемчужина Востока. Город Волга. Да, да, да. Так что всех призываем. Азербайджан, поехать. Я думаю, что никаких препятствий не будет. И тем более Азербайджан и Россия всегда были побратимыми городами. И люди жили всегда в мире и в дружбе. Как Азербайджан сказал, что когда даже СССР развалился, там 90% азербайджанцев голосовали за сохранение СССР. И там и русский язык очень хороший. Каждый там проходящий человек по-русски лучше мне разговаривает. Потому что русские школы в Азербайджане до сих пор существуют. Но не просто, да, я уточню, не просто существуют, а на уровне министерства образования. Образование делится на две части. Азербайджанский сектор и русский сектор. И поддерживается, соответственно, русский сектор точно так же, как поддерживает азербайджанский. То есть это важно подчеркнуть. Естественно, да. Почему и люди говорят на... Извини, пожалуйста. Кстати, у Больфаза хочу спросить про происхождение названия города Баку. Я прочитал, что по одной из версий, обдуваемый ветрами, можно перевести. Баку обычно с арабского означает ветер, ветер, город ветров. Это Баку оправдывает свое название города ветров, города огней. Кто побывал в этом городе, никогда не забудет аромат Бакинского бульвара, который дует с моря. Напомню, Каспийское море побережье. Запах нефти. Это было давно. Сейчас дождь это... Это было давно. Сейчас это запах соленого моря. Раньше было на волосах, мы носили этот мазут. Когда ныряешь, так сказать, понятно, да, выныриваешь с нефтью на волосах. Очень прекрасный город. Самый крупный город Закавказья. Ну, где-то по официальным данным 3 миллиона человек живет в Баку, а неофициальным данным больше 5 миллионов. Потому что город так разросся. Допустим, кто был в Баку лет 15 тому назад, вокруг были холмы, 7 места. А сейчас там одни дома. Одни дома. И строительство идет, бурно растет там. Ну, дело не в том, что за счет нефтодолларов. Народ в основном сам строится. Значит, дай только разрешение. Бери землю и строи. Они сами будут строить, создавать и остальную инфраструктуру сами проведут. Ну, благодаря, как бы, правительству, государству проводится нормальная газификация, инфраструктура. Давайте мы, извините, пожалуйста, давайте мы вернемся к тому, как все-таки добраться. Ведь мы не сказали, как добраться до Баку. Добраться до Баку очень легко. Из многих городов России туда летают самолеты. Из Казани, из Перми, из Москвы. Из Москвы четыре рейса, только, по-моему, азербайджанских. Еще Аэрофлот один рейс, да? Но Костере начали туда тоже. Из Санкт-Петербурга, из Нижнего Новгорода, из Перми, из Екатеринбурга, из Новосибирска. Мы сами куда летели. Я хочу самое главное сказать, кировчанам, не надо летать, не надо на машине. У нас есть прямой рейс. Автобус. Да, да, да. Потом я добавлю. Ну, пусть люди выбирают. Значит, поезд, прямое сообщение, есть Москва-Баку. Можете на поезде доехать. А есть что-то, я слышал, что отменили каким-то образом его? Нет, это было связано с повышением цен на железнодорожный билет. Потом договорились. Работает. Понятно. Давайте все-таки просят. А потом, мне бы хотелось, Азербайджан вообще, Азиз Альевич сказал про слоган, да? Самый популярный слоган сейчас, это европейское очарование Востока. Ну, я на авторство не претендую. Повторите еще раз, мне понравилось. Это слоган Евронюса, скажем вот так. О, сами европейцы, в общем, притом. Да, да, да. И еще что можно сказать? Кто побывал в Баку один раз, дай Бог, чтобы еще раз туда захотели поехать. Потому что это такой город, в котором нельзя не влюбиться. Я сам не бакинец, но обожаю город. Не жить, но гулять там, смотреть. Потому что столько исторических памятников. Представьте себе, жилой район, старинный город Иссар-и-Шахер. То есть мы плавно переходим к описанию достопримечательностей. Что мы можем в Баку получить? Я думаю, надо уточнить. Ведь Баку и Алмата, в том числе, это города с историей намного древнее, чем города российские. Там та же Москва. 1147 считается годом основания. Там речь идет все-таки о глубоком таком средневековье. Ну, даже не средневековье, а начало как бы тысячелетий. Ну, на Востоке вообще с определенным пиететом относятся к истории. У них там это все не так, как у нас. Вот по ощущениям про Баку, действительно, это абсолютная правда. Мы влюбились в город. По логистике, если вернуться к этому вопросу, у нас получилось достаточно удобно. Мы летели через Москву. Утром прилетаешь в Москву, в час дня у тебя пересадка. Лететь до Баку, если мне не изменяет память, три с половиной часа. Ну, где-то так. Да, и, собственно, все, ты прилетел. То есть, в принципе, достаточно удобно получается. Ну, тех, кто проезжает, я так понимаю, встречает прекрасный аэропорт, да, там не задерживаешься, очень быстро ты проходишь все эти формальности. И дальше ты попадаешь... Новый аэропорт, кстати, имени Гейдара Алиева. Я боюсь, что в Баку все имени Гейдара Алиева. Нет, ну, не все. Речь идет о том, что, ну, когда, пять лет назад его построили... Большой национальный лидер, конечно, Азербайджана. Раньше, помните, у нас все имени Ленина было. Ну, естественно, потомок, скажем, Советского Союза. И приходится, и живем. И так же, думаешь, в Алма-Ате тоже многие... Давайте про Алма-Ату. Давайте про Алма-Ату опять вернемся. Так, приезжаем, прилетаем. Что дальше? Куда податься? Где пристроиться? Как обычно поступаем мы? Мы обычно ищем квартиру в аренду. Если, например, я еду одна, там у меня бабушка сейчас живет, то есть я могу остановиться у нее. Если едем с семьей, то мы все-таки ищем квартиру в аренду, потому что это получается дешевле и удобнее. У казахов есть такая пословица или народная мудрость «Казах без понтов, беспонтовый казах». Это абсолютная правда. Может быть, в гостиницах там будет чуть-чуть дороговато. По сравнению с чем? По сравнению с арендой квартиры. То есть просто это потому, что удобнее, потому что у тебя есть кухня, у тебя есть возможность приготовить, у тебя есть там банально ванная комната, стиральная машина, которой ты можешь пользоваться. Если вспоминать крайний раз, когда мы брали квартиру в аренду, это два года назад, две недели, тогда была сумма порядка 500 долларов. 500 долларов на... На две недели. На две недели. Да, на две недели. Как сейчас, я, к сожалению, не знаю, я не мониторила еще цены, но нам это предстоит, потому что мы собираемся вот этой весной в мае туда. Вот именно в долларах расплачиваться? Вот вы знаете, какая штука? Все-таки там люди мыслят в долларах. Хоть национальная валюта называется тенге, но все-таки люди предпочитают устанавливать цены, ну, так скажем, между собой в долларах. То есть, когда ты спрашиваешь алматинца, а сколько у вас стоит, например, сейчас квартира, он тебе ответит не в тенге, а в долларах. Точно так же машина, ну, все более или менее крупные покупки. Ну, похожая ситуация на ту же Турцию и Египет, да, когда вот была возможность. Ну, да. Ну, в Азербайджане так же. Да, везде так. Тоже, тоже. Усредненно как-то надо общее такое. Вот, и все равно, допустим, законом запрещено нахождение другую валюту там, в Азербайджане, допустим. Ну, тебе говорят... В России тоже запрещено. Говорят, тебе пошел, обменял, вернулся, заплатил. Вот, типа, а между людьми это обычное явление, в долларах и расплачиваются. И так с бытом определились? То есть, приселились либо в отеле, либо в гостинице? Ну, за удобоваримую сумму тоже найти можно. Возможно, она будет там не в самом центре, не ближе к горам, но, тем не менее, там в Алмате есть метро, в принципе, удобно добираться. Ну, и по городу всегда приятно гулять, даже если вы пройдете там лишние три квартала, то я не думаю, что это доставит кому-то проблему. По достопримечательностям. Вот, лично для меня... Юль, прости, а вот какая-то туристическая навигация есть, что называется? Ну, вот ты приехал, и можно получить некие брошюры, какие-то карты, не знаю. Если честно, я как коренная алматинка этим вопросом никогда не задавалась. Но, ты понимаешь, есть интернет, есть три подвизор, есть куча сайтов, на которых заранее можно составить свой маршрут по Алмате, да, и заранее понять, что ты там можешь посмотреть. В принципе, это актуально не только для Алматы, но для любого другого города. Мы, когда ехали в Баку, поступили так же. Перешерстили много-много информации и составили для себя список тех мест, куда мы хотим съездить. Понятно, что в любом городе, особенно если это город Восток, и достопримечательностей намного больше, чем ты успеешь посетить даже в рамках одного отпуска, поэтому каждый выбирает для себя, а куда же он поедет, и что же он хочет посмотреть. Ситуацию с Баку тоже можно таким же образом посмотреть. Ну, то есть составить список мест, куда ты хочешь попасть, это не так сложно, но все-таки, Юля, назови, пожалуйста, вот что в Алматы, ну, пока я еще не посмотрел, что можно посмотреть, а вот, ну, чтобы мне захотеть посмотреть. Ну, вот понимаете, для меня Алматы – это прежде всего горы. А в принципе, наверное, для вас, для вас, как для коренных азербайджанцев, это знакомое чувство, потому что в Азербайджане тоже очень много красивых фолошадков. А там Тиньшань, там Тиньшань, там есть несколько таких ближайших к городу достопримечательностей, именно горных, это Мидео, это Чимбулак, это Большое Алматинское озеро, это Коктубе. И вот уже знакомые названия. Да, Коктубе находится прямо в городе, ну, оно на окраине города, но туда можно без проблем добраться общественным транспортом, туда ходит фуникулер, там наверху шикарная инфраструктура, рестораны, кафешки, зоопарк, всякие разные развлечения, то есть это как такой горный... Это в Коктубе. Коктубе, да, это как такой горный парк. То есть горный парк практически в черте города, там летом там бывают дискотеки, смотровые площадки, такое место отдыха, молодежные тусовки. Там очень красивые панорамные рестораны, открывается красивый вид на Алмату, и красивый вид, так скажем, с другой стороны, также на горы. Если говорить о достопримечательностях, которые чуть подальше, но тоже недалеко, это Большое Алматинское озеро, находится оно на высоте, если мне не изменяет память, что-то около пары тысяч километров. Туда ведет потрясающий горный серпантин, горная дорога, поэтому туда либо арендовать автомобиль, либо услуги такси, одно из двух. На такси я ездила туда в том числе, это стоило порядка 10 тысяч тенге, можно поделить на 4, чтобы перевести в рубль. Соответственно, курсу. Да, это, в принципе, удобоваримая сумма. По серпантину вы поднимаетесь в горы, Большое Алматинское озеро находится прямо в предгорьях Тиньшане, то есть оно действительно лежит прямо у того места, где начинается гора, потрясающий изумрудный цвет, там снег даже летом, это пресное озеро, из него происходит водоснабжение города Алматы, потрясающие ландшафты, там рядом граница с Киргизией, поэтому если ты пытаешься проехать чуть дальше, по серпантину вверх, там тебя встретят вооруженные охранники и скажут нет. Пограничники. Да, пограничники. Но на самом озере погулять, пофотографироваться, посмотреть, это природная достопримечательность, но туристической инфраструктуры там нет. Туда ходят туристы с большими мешками за спиной. Ну, такой дикий вариант. Да, дикий вариант, совершенно верно. Очень многие люди любят туда именно пешие восхождения. А озеро там теплое? Нет, озеро холодное, и купаться в нем нельзя. Ну, так как в разнабжении города... Но русский человек, если захочет, он туда все равно не пустит. Там тоже вооруженная охрана гуляет, поэтому там не стоит нарушать правила. Потому что это... Потому что оттуда пьют, так сказать, видимо, поэтому. Да, потому что оттуда пьют воду, совершенно верно. И поэтому там погулять, посмотреть, если вы что-то взяли с собой поесть, то можно там расстелиться условно на берегу, сколько-то посидеть, ну и, собственно, ехать обратно. Ну, а какие достопримечательности Медео, например? Там что, горнолыжный курорт или что там? В направлении Медео это немножко в другую сторону, то есть не туда, где большое Алматинское озеро. Там горнолыжный курорт полноценный, там спорткомплекс с инфраструктурой, это каток, это коньки, активный отдых. И что меня больше всего привлекает на Медео, там, слава богу, построили такую же горную канатную дорогу на Чимбулак. Чимбулак – это тот самый горнолыжный курорт, там тоже круглый год снег. Очень многие, ну, так скажем, состоятельные алматинцы начинают там свой день, когда утром ты покатался на лыжах, далее ты вернулся в город и продолжаешь какие-то свои дела. То есть элиты Казахстана можно встретить на Чимбулакском горноте? Я на самом деле не катаюсь на лыжах, поэтому на самом курорте я, к сожалению, не была, но мы забирались туда наверх, мы также туда забирались на машине. Это такое тоже потрясающе красивое место, где летом прямо всё в снегу, там под ногами снег, все шапки гор в снегу. Там абсолютно потрясающие виды, то есть виды – это то, ради чего стоит туда ехать. Это касается, в принципе, всех гор, как Медео, Чимбулака, так и Большого Алматинского озера. Виды совершенно потрясающие. На Чимбулаке есть вся туристическая инфраструктура, так как там горнолыжный комплекс, то есть там можно не только погулять и посмотреть, но и покушать, то есть всё оборудовано. Не так, как в Большом Алматинском озере. У меня ещё есть вопросик. А потом будет выход Абульфаза и Еленура, я напомню, про Баку. Да, но сейчас ещё один вопрос про Казахстан. Уже просто интересно, у них же есть тоже выход на Каспий. Вы не в курсе, там есть курорты такие для просто такого пляжного отдыха? Вот я, если честно, не знаю, потому что Каспий и всё, что связано с добычей нефти, это немножко другая часть Казахстана, это Атырау, я там, к сожалению, ни разу не была. Я не знаю, есть ли там отдых именно такой прибрежный, но если говорить именно о водном отдыхе в Казахстане, то это Киргизия, которая находится в пределах четырёх часов езды на машине, на машине это Иссыкуль, и есть ещё Копчегай, так называемое Алматинское озеро-море, оно находится примерно в 80 километрах от Алматы. Там солёное озеро, которое действительно по размерам и по структуре, состоянию воды напоминает море. И там уже купаться можно. Да, там можно купаться, там есть Копчегайский аквапарк, там есть куча отелей, то есть если, допустим, это тур выходного дня, то берёте два дня в отеле и отдыхаете там, как на море, и загораете. В самой Алмате, к сожалению, больших водоёмов нет, потому что если ты приехал летом, если тебе жарко, то твой вариант только бассейн под открытым небом, их там, слава богу, много, или аквапарк. Ещё один вопрос у меня перед тем, как уйдём на рекламу. Юль, на твой взгляд, есть оптимальное время года, когда можно съездить? Ой, я люблю весной. Или в любое время года? Ну, зимой я бы туда не поехала, потому что зима там со снегом, но там где-то вот от ноля до плюс пяти, там под ногами мокрая каша. То есть, например, если в Баку так называемая зелёная зима, там абсолютно сухо, травка зелёная, цветочки, снега там, и если он даже был, то он за два дня растает, то есть там абсолютно приятная, комфортная зима, как наша осень. То в Алма-Ате зима такая вот слякотная, со снегом, с кашей под ногами. То есть я бы, наверное, зимой, как турист, туда не поехала, потому что в это время года ты не получишь, ну, такого кайфа всего от этого места. Я бы поехала весной, это начиная с мая, апреля, ну, и, наверное, по июнь, потому что июль-август страшная жара. Отправляемся в Баку, но спустя полторы минуты и у нас сейчас реклама. Союз нерушимый. Продолжаем нашу программу. Напомню, что у нас сегодня виртуальная такая радиоэкскурсия по Баку и Алма-Ате. Вот сейчас много Илья Фанесева рассказала непосредственно про Казахстан. Ну что, давайте в Баку. И вот представим себе, что, Абульфас Мярлим, вы встретили нас с Володей в аэропорту в Баку. Не-не, одного Володю. Я тоже хочу, слушай. Так нельзя, да? Я ни разу не был. Как это, без меня поедешь в Баку? Никуда не будем ходить, прямо в ресторан, в гостинице. Нет. В гостинице, в ресторане будем праздновать. Все. А сами расскажем. А когда обратно уедем? Обратно проводим. Прямо из ресторана обратно уедем? Проводим. Нет, но все-таки тоже похожая история? Может, как гостиницу? Я думаю, Баку настолько раскрученный город в туристическом отношении, да? Боюсь, что нечего добавить. Даже один раз побывавший там человек, наверное, намного больше увидел, нежели я. Вот Азиз Альевич, по-моему, бакинец. Да. Да, вот. Потому что при нем я не могу высказать. Нет, можете, можете. А я проверю, правильно вы говорите. Нет, нет. Я если расскажу, ну, вообще, как бы известные истины рассказать. Очень красивый город, намного удобнее. Ну, давайте конкретные точки. Там есть отели крупные, есть отели мелкие. И хостели есть. Я, например, предпочитаю, предпочитаю селить гостей, которые хотят вот селиться, ну, там, не супер какие-то, там, шикарные, потому что, ну, можно там поселиться в отеле, которые, ну, как это у нас называется, огни-то. Огни-башни. А, в башни, там, огни-баку, да. А я предпочитаю, например, селить своих гостей в Ичари-Шахер, в малые крепости, там, маленький отельчик на несколько, там, значит, номеров, где и обслуживание, как дома, и ты, как выходишь, и как бы ты сразу окунаешься, ну, в обстановку вот этого старого Баку. Интересно, что вот для тех, кто не бакинец, я поясню, да, Ичари-Шахер, это старый город, это та самая крепость, где сосредоточены основные исторические достопримечательности, и прямо там, в этой старой крепости, есть небольшие отельчики. Да. Что лично меня очень порадовало. То есть ты выходишь, ты выходишь из отеля, и ты уже в старом городе. И главное, там, максимум, в двухсот шагах хамам. Да. И тоже почти что историческое. Я хочу, вот, Айзи Алиевич, на самом деле, бакинец, и при нем не хочется говорить о Баку. вы что, я не знаю. Он лучше расскажет, конечно, мы как изучаем. Он ведущий просто сегодня. Да, он ведущий. Я очень хочу много сказать, но я должен только спрашивать. Я хочу сказать, что не только Баку, на самом деле, в Азербайджане. Безусловно, мы просто начали с основных городов. В Азербайджане можно, как Юля сказала, как в Астане, там, допустим, много курортных, и в Баку то же самое. Если захотите попасть в Азербайджан, вы можете там летом на лыжах покататься, габале, там очень много разных форумов. Если хотите, там на горы, в Азербайджане очень много гор. Если хотите, субтрапевтические территории попасть. И горных санаториев, и турбаз, надо сказать. Очень много. И хочу сказать, в Азербайджане, допустим, из 11 климатов, 9 климатов находятся в Азербайджане. 9 климатических зон. В Азербайджане, если хотите, там субтрапевтические территории, там, на счет пляжного. Из зимы в лето можешь попасть. Можно поехать, допустим, Ленькеран, прямо свежий лимон, там, в Бахче сорвать, покушать, любое время. Это один из регионов Азербайджана. Из регионов Азербайджана. Да, там, Талышские горы, Азербайджана даже растут там. Да, да, да. А также хочу сказать, в Азербайджане есть очень исторические города. Один из них, это город Гянджа, бывшая столица Азербайджана. Ну, насчет исторической, скажем, что 4 тысячи лет насчитывает Гянджа. Насколько далеко этот Баку? От Баку находится приблизительно около 300 километров. Город новый, в принципе, сейчас выстроены. Ну, туда можно прилететь. Именно Низами Гянджави названо, город Гянджа. Туда тоже из Москвы самолеты летают. Есть исторический город, Берда. Тоже был в свое время до нашей эры, там, столица Азербайджана, Атропатания. До этого было, допустим. Да, и хочу сказать, что если хотите там, как Вила рассказала, степи, у нас тоже есть степи. Если хотите там, покататься там, это квадроциклах, там, всяких разных, там, на верблюдах кататься, можно и в Лахский район попасть, там, одни пустыни, там, очень много верблюдов. Я знаю, что в Азербайджане есть район, где купают в нефти. Нафталан. Нафталане. Это, видимо, очень дорого. Не просто купают, а лечат. Да, 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 это небольшой курортный городок, насколько я понимаю. Я должен сказать, что, извините, что во время Великой Отечественной войны очень много солдат были спасены только потому, что их искупали в этой нефти, они просто остались живыми и рано. Значит, очень правильно заметили, что по климату в Азербайджане из 21 климатических зон 9 наблюдается в Азербайджане. Тут от сухого резкоконтинентального до сухого субтропического. Вот эта зона по берегу Каспийского моря идет, допустим, сверху Афшеронского полуострова к югу и переходит Туркмения и Гасангулинский район. К сожалению, казахам ничего не досталось из этих субтропиков. Да, в Туркмении и Гасангулинский район тоже такой же. В Иране то же самое. субтропические зоны. Так что нам повезло по той части, что вот такой климат у нас есть. Да, в Баку, я сам родом из Нахчевани, зимой приезжаешь в Баку, что за дела? Тут весна, зеленая трава, у нас снег лежит, мороз. Вы бы еще выше забрались в горы и вам было бы вообще там. А Нахчевань это уже в горной зоне. Нахчевань это автономная республика в составе Азербайджанской республики, но автономия не связана с национальным составом, с территорией, геополитическим условием. Скажем вот так. Там один из древнейших городов не только Азербайджана мира. Официально греческие и римские историки в своих первых произведениях по Кавказу называют этот город Наксуана. До сих пор этот город жив. В свое время было отдельное государство эльгизизов. Я не буду вас мучать этими сведениями. Это родина нашего знаменитого земляка Гейдара Алиева. Это родина почти пяти президентов Академии Азербайджана. Может, я увеличиваю? Вопрос в том, что Абульфаз Мальнем хочет вам сказать, что если вы, например, ищите исторические развлечения, то вы в Азербайджане получите по полной мере. Потому что это Нахичевань. Там есть один из древнейших мазолеев суфийского суфийского лидера, ну, скажем, ну, не лидера, но шейха, скажем. Значит, вы можете в Гянджу приехать, Гянджа. Вот не только четыре тысячи лет это родина Низами Гянджави. Я думаю, что все высокоинтеллектуальные, культурные, интеллигенты, люди знают, кто такой Гянджави, который написал Хамсу, пять поэм всемирно известных. Все знают, что Гянджа родила смехсаты Гянджави это первая женщина поэта Востока и первая женщина шахматист. К вашему сведению, побеждающие мужчин. Значит, это другие исторические места, это, например, в том числе хачмаз, например, если вы в хачмаз свидетельствующий от толерантности всего азербайджанского народа, мне хотя не нравится слово толерантность, я больше люблю слово уважение, так сказать. Гостеприимство. Да, потому что до сегодняшнего дня в прекрасном состоянии, значит, свято-никольская церковь стоит в хачмазе. Ну, я про Баку не говорю, например, в той же Гянджа у нас древнейшая албанская церковь, это первые христиане за Кавказией, так сказать, албанцы, до сих пор, значит, в прекрасном состоянии. То есть, кто хочет исторически, пожалуйста, кто хочет пляжно, значит, пожалуйста, на Каспии можно неделю, две, три, сколько хочешь, да, Эльнур, пожалуйста. Вот эти вот турецкие, египетские отели. Не дадут тебе сказать сегодня, не дадут. Не хватает времени, столько можно сказать про отдых в Азербайджане. В Азербайджане есть центр, особенно в Баку. Я вот хочу, прежде чем рассказать, хочу рассказать о Нафталане, в Гюрембойском районе. Вот здесь, Юлия сказала, на самом деле, людей купают нефти, это нефть, лечебная нефть, люди... В нафте. В нафте, да, Нафталан, и так и город называется Нафталан, там очень большой лечебный центр находится, так что, кто болеет по страхам, это вот такая фишка, да? Да, вот Азербайджан. Многие люди, мои даже друзья, знакомые, отсюда уехали специально там лечиться, отдохнуть. Не только там можно нефти покупаться, и там очень прекрасны пейзажи, ландшафты, можно там посидеть, чай попить под Чинаром, очень много чайханы находится именно Нафталане, и в том числе отдохнуть хорошо, шашлычков покушать, в каждом углу там рестораны. Ну, вот слово, когда говорит Эльнур про чай, вы имеете в виду, что это не просто чай. Например, если в Гянджи вы будете есть гянджинскую пахлаву, значит, если вы в Щаки приедете, там другая совершенно пахлава, там будет щекинская пахлава, это совсем вообще другая история. И про еду точно так же, шах-плов, например, это, или, например, тот же там плов, там, обычный там плов, да, то есть, ну, и в каждом районе. В общем, гастрономический туризм. Кто хочет гастрономический туризм, лучшего места для гастрономического туризма, чем Азербайджан, не найти однозначно. На самом деле, во всех восточных странах вкусно, да, равно как в Казахстане, так и в Азербайджане, там действительно везде очень вкусно, и там, и там у еды есть свой колорит, свои традиции, свои национальные блюда. Согласен с Юлей. Но и там, и там очень вкусно. Но, Юля, вот одну вещь вы должны согласиться со мной. Изысков больше в азербайджанских блюдах. Вот изысков. С добавлением каких-то... Фишек. Почему я говорю шахинский плов или там гянджинский плов? Это вообще разные совершенные вещи. Вкус совершенно. Я на самом деле соглашусь с вами. Действительно так и есть. Я хочу еще вставить свои пять копеек про туристический сезон. Мы должны еще некий ценник такой подбить все-таки в конце, раз уже у нас программа практическая. Нет, ты говори, у нас еще есть две минуты. Мы ездили зимой в Баку. Я хочу сказать, что это очень комфортный отдых. То есть туда, вот по моему мнению, можно ехать как зимой, так и весной. Но летом местные жители тоже говорят, что очень жарко. Летом только... Вот июля-август, вторая половина июля-августа это отдых в горах, в турбазах. Либо на море где-то. Где попрохладнее. Где попрохладнее. Да, где попрохладнее. Либо на море, но днем не выходи туда. Потому что на август бывает 50 и 55. Ген-Же есть гё-гёль, ген-Же. Даже из Баку, когда очень жарко, люди уезжают туда и там купаются. Да, да, да. В принципе, и летом можно круглосезонно покупаться, отдохнуть, пляжный сезон там очень развит. Если про ценник говорить. Ну, сколько берём? Две недели? Ну, мы были 10 дней. Ну, давайте 10 дней. 10 дней, две недели, да. Ходить, ездить, питаться. Мы были дикарём. То есть я... Сами составляли маршрут. Да, сами составляли маршрут. Сами искали в аренду квартиру. Квартира на 10 дней порядка 30 тысяч. Авиаперелёт на двоих туда-обратно из Москвы 28. Средний чек поесть в ресторане 50 монат. Сколько это в рублях? Ну, это раньше было 50 долларов. Так же, а сейчас евро. А сейчас уже, естественно, поменьше. Сейчас где-то 25 долларов. 25 долларов. Ага. Ну вот. Примерно вот так вот. Сколько мы там потратили за 10 дней? Ну, вы просто скажите, что человек это... Поесть первую, вторую, там, может быть, там ещё попить чего-нибудь, да? Или там... Да, это обед полноценный, допустим, бутылка вина, потому что, ну, ты находишься на востоке, совершенно верно, в Азербайджане, и не выпить вина там невозможно. Итого? Итого? Что-то у меня так под соточку куда-то так уже. Получается. Ну, это смотря как гулять будет, Володя. Ну, 10 дней, это 250 долларов еды там, вовремя говоря. Если я хочу добавить, что на самом деле, конечно, вот в Азербайджане заранее планировать, билеты очень дёшево. Можно пускать дешевый лёд. Авиаперелёт можно пускать. Недавно вот мои друзья улетели туда, туда обратно одного человека составляло 12 тысяч рублей, 6 тысяч туда и обратно. О, 6 тысяч, да, да. Туда и обратно 6 тысяч. Ну, я сказала 28 на двоих. Да. Ну, примерно так и есть. Обязательно так же, да, вот, чтобы люди-то не пугались. 6 тысяч стоит. А также еда там зависит от местности. Именно если... Если, наверное, подальше от центра. В элитном центре, конечно, будете там отдыхать, гулять, там дорого. Да, если в суперресторан заходишь, это одно, да. Если подальше от окрестностей Бакуа, там очень дёшево, в принципе. То есть, на самом деле, да, варианты проживания, питания можно найти на любой бюджет. Вот мы ведём к этому. Если есть задача съездить бюджетно, то вы съездите бюджетно. Самое интересное, один ещё ход подскажу, один ход ещё подскажу. Буквально. Буквально. Пара секунд. Да, что... Да, да. Значит, если вы общественный человек и хорошо познакомитесь с азербайджанцем, вы можете есть все 10 дней бесплатно. Это действительно так. Половину отпуска мы ели бесплатно. Это просто ты будешь гостем на всё время и не только на эти 10 дней, но ещё и на 10 лет вперёд. Абсолютно. Да, вот на этом не ставим точку, многоточие. Я напоминаю, что серия программ у нас будет продолжена по отдыху и путешествиям. Видимо, про туризм. Да. Эльнур Гусейнов, Абульфат Сеидов, Юлия Фанасьева, наши гости, Азиз Агаев. И Вауде Сметанин. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Союз неружимый.